Итоги пресс-конференции президента. Владимир Путин дважды говорил о Красноярске. Темы экология и метро. Обрушилась кровля на одной из пилорам в Лесосибирске. Есть пострадавшие. Норильчане выхаживают десятки собак, пострадавших при пожаре в приюте для бездомных животных. В Красноярске ближайшие районы идет похолодание. Насколько сильными будут морозы? ЧП в Лесосибирске. Там обрушилась кровля одной из частных лесопилок. На площади в 180 квадратных метров пострадали три человека. Все они были доставлены в Лесосибирскую городскую больницу. Позже туда самостоятельно обратился еще один рабочий. Серьезных травм у них не обнаружили. Медики оказали пострадавшим первую помощь и отправили их лечиться домой. Причины обрушения крыши сейчас устанавливаются. По вероятной причине тут можно долго рассуждать. Может есть инженерная ошибка при строительстве, может какие-то другие обстоятельства, может естественный износ деревянной конструкции фермы или колонны. Разберутся. Каких-то таких повреждений люди не получили, чтобы они были нетрудоспособны. Однако предприятие выплатило единовременную материальную помощь сразу. Лесосибирской городской прокуратурой выдано предписание о проведении проверки. Проверка проводится. ЧП в Лесосибирске прокомментировал министр лесного хозяйства Красноярского края. Дмитрий Масладудов рассказал, что на предприятии специалисты уже обнаружили ряд нарушений. Нормы при строительстве и возведении этого настила, этого временного сооружения не были нарушены. При этом не были соблюдены соответствующие правила эксплуатации этого сооружения. Соответственно нарушены все нормы, связанные с охраной труда. Поэтому мы получили такое происшествие. А в Норильске добровольцы сейчас спасают десятки собак, лишь чудом выживших после пожара в приюте для бездомных животных. Одна из версий – поджог. В каком состоянии находятся хвостатые погорельцы, расскажем в сюжете далее. Гладить эту собачку приходится осторожно. На ней раны, ожоги и медицинский воротник. После пожара ветеринары осмотрели всех, кого удалось спасти. Из почти ста животных выжили только около трех десятков. Им оказали первую помощь. Два пса в тяжелом состоянии. Им ставят капельницы, колют витамины. По словам врачей, шансы на выздоровление есть. А это еще два десятка собак из сгоревшего приюта. Им повезло.